Здравствуйте, меня зовут Ева Лекцер. Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня в данном видео будем выполнять с вами расклад по тайной карман. Либо на самом деле скрытые мотивы человека в отношении вас. Неважно, кто это, парень, подруга, мама, друг и так далее. То есть мы будем смотреть на колоде Мона Лиза Таро. Истинное отношение к вам, то, что спрятано второй картой, и показное, то, что человек проецирует на вас. Возможно, данный расклад поможет вам разобраться с тем, как к вам относятся люди, каковы их истинные цели и намерения в отношении вас. Так, всего я выложу 8 вариантов. Ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. Ну и посмотреть, что же нам транслируют карты. Проговаривайте, пожалуйста, имена, даты рождения. Если они вам известны, тех лиц, которые вы загадываете. И задаем картам вопрос. Так, каковы истинные намерения тех лиц, которые вы загадали? Так, а те, кто выбрал первый вариант. Показной и искренний. Второй вариант. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой вариант. Пожалуйста, настраивайтесь на работу. Работаем мы с вами совместно. Здесь все зависит от того, как вы настраиваетесь интуитивно. Ну и как вы интерпретируете то, что вы увидите согласно вашей ситуации. Повторюсь, что расклад уместен как для женщин, так и для мужчин. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Что на самом деле человек проецирует вам? Как вам относится? Скажем так, по данной карте, что общение с вами является в какой-то степени трудным и тяжелым. Что человек, скажем так, делает это на ощупь. Но он старается. То есть пытается наладить контакт, пытается наладить коммуникацию. Ибо старается идти вам навстречу. Что же на самом деле в его потайном кармане? Ну, могу сказать однозначно. Здесь есть страсть. Здесь кипит энергия. То есть человек действительно пытается развивать с вами отношения. Особенно проиграется для тех, кто загадал мужчину. Мужчину огненной стихии. То есть это овен, леп или стрелец. То есть мужчина к вам пылает. Хочет развитие отношений, несмотря на какие-то препятствия, либо, скажем так, трудностей в вашем общении, в ваших взаимоотношениях. Если же здесь загадал мужчина и загадал отношения женщины к себе, то у вас здесь может быть соперник. Потому и ваше общение, ваше отношение здесь не ладится. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Что у нас тут? Как позиционирует по отношению к вам данный человек? Ну, по рыцарю Пентакли. Человек, который, говорится, да, рвется на всех парах, хотя рыцарю Пентакли в обычных колодах это неиспользуется, но тем не менее, для человека нет преград. То есть вижу цель, не вижу препятствий, потому что если человек здесь к чему-то, ну как, стремится, он этого добьется любыми путями. Так, например, и в плане завоевания вас, либо развития взаимоотношений. Что же на самом деле, по факту, да, что же здесь? Король кубков. Особенно это касается мужчин, которые вводят на стихии рак, скорпион или рыба. Вот видите, здесь вот папа отравлен, его отравили ядом. Так вот, это указание на то, что мужчина любит, скажем так, погружаться во что-либо. То есть в свободные связи, в алкоголь, да. И вот, понимаете, ваше отношение здесь будет отравленным. Отравлены к чем именно? И вот это чрезмерным, понимаете, все прямо здесь и сейчас, а потом человек очень быстро перегорает. Но стремится ли к вам человек, да, идти навстречу? Однозначно да. То есть сейчас хочется отношений с вами, хочется каким-то образом с вами взаимодействовать, их развивать. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Что здесь происходит на текущий момент? Ну, это сама по себе ситуация, вот папашу кубков, да, вот деторождение, крещение, то есть отношения искренние. Это, знаете, может быть желание каким-то образом стать вашим духовным наставником, в чем-то вас, ну как, быть вашим проводником. Отношения здесь показаны искренне, радостное, глубокое. Это вот пролить свет на вашу жизнь, на какие-то новые обстоятельства, желание вам помочь. Что же здесь по факту? А по факту здесь падает восьмерка кубков. При малейших каких-то вот трудностях в общении с вами человек здесь сольется. Потому что здесь для него в первую очередь важна его собственная внутренняя гармония. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Каково истинное отношение? Ну и у нас здесь падает король Пентакли. Ситуация стабильности и стагнации, здесь падает смерть жреца, да, в госпрощании. Ну то есть о чем здесь говорит? Чаэль из вашего общения, ваших отношений хочет быть центром вселенной, получать максимум внимания, почета, иметь какую-то стабильную общую прочную базу под ногами. Вы, ну как не то, что преклоняетесь, да, к его ногам, но сама по себе позиция, вы должны оказывать ему уважение, почет и признавать его авторитет. И здесь как бы чувствами любовью и духовностью не пахнет, здесь может быть в чем-то даже позиция и желание самоотвердиться за ваш счет. А что же здесь на самом деле? Слушайте, а вы здесь будете как пара, потому что падает король Пентакли, королева Пентакли. Какое стремление? В этом случае стремление создать с вами семью, если вы не в браке. Независимость от того, кто смотрит, мужчина или женщина. Здесь стремление именно не только к плотским утихам, а именно ситуация единения. Кто-то хочет обрести действительно вторую свою половину. Поэтому отношение здесь к вам искреннее. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант, вы простите, пятый вариант. Так, здесь отношение ровное, спокойное, умеренное, без накала страстей и чувств, то есть как ты ко мне, так и я к тебе, соблюдение баланса. Что же здесь по факту происходит? А ситуация, это чувства бурлят, кипят. Возможно, есть сама по себе у вас ситуация выбора, но вот именно по этой карте, этой прорисовки, то человек ждет сделать выбор в вашу пользу, потому что он вас ожидает. Поэтому здесь у вас все получится. Человек действительно стремится каким-то образом развивать с вами отношения. Если у вас отношения деловые, а не любовные, то есть идти с вами на контакт, с вами продолжать дружбу, скажем так, строить какие-то плодотворные связи. Для тех, кто выбрал пятый вариант, простите, шестой вариант, что здесь? Ну, по карте колесница, это желание рваться вперед, какое-то свободное плавание, может быть и так. Здесь проигрывается, например, как общение на расстоянии, либо человек, например, в отъезде, может быть, в целом, да, но тем не менее человек о вас не забывает. Что же здесь на самом деле? Ну, по шестерке кубков человек живет вами, живет прошлым, и он протягивает вам руку помощи навстречу. Водопад эмоций, который есть между вами, он на самом деле искренний. Поэтому человек здесь только питает чистые чувства, и действительно намерен, например, если это львовное взаимоотношение, создать с вами пару, крепкий, прочный союз. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант, что у нас тут? Ну, как позиционирует себя? Карта помощи, то есть тут ситуация двояка, либо он помогает вам, либо вы помогаете ему. Ну, то есть сама, кто здесь в роли просящего, кто в роли дающего, это уже другой момент, но тем не менее, может быть, в чем-то, если он в роли просящего, отношение потребительское. Что же здесь на самом деле? Здесь у нас падает королева кубков, карта эмоций, то есть есть чувства. И, например, если смотрит мужчина, то вы готовы помогать, потому что чувствуете, что вас любите. Если смотрит женщина, то к вам тоже было чувствами, эмоциями. Единственный вариант, как здесь может проиграться, не для всех, для некоторых, что вас пытаются как купить, как любовницу. Еще вот так вот здесь может это прозвучать. Но тем не менее, чувства и эмоции к вам есть, это однозначно. Но для тех, кто выбрал последний, восьмой вариант, у нас здесь падает. Сама по себе позиция семь раз отмерь, один отрежь. С вами интересно, есть общие интересы, то есть ментальный план у вас одинаково движется в одном и том же направлении, потому что есть общие точки соприкосновения. Вам интересно коммуницировать друг с другом, к чему-то стремиться, строить новые проекты, новые идеи. А что же здесь по факту? А по факту здесь человек, ну, в самом деле, прикидывается дураком, не тем, за кого он себя выдает. Видите, здесь жрец в одеяниях, ну, как бедняка. По факту денег нас собирал, да, и пошел во что-то их вложил. То есть будьте здесь внимательны, потому что здесь вас могут одурачить, воспользоваться вашими талантами, вашими возможностями и использовать их в личных целях. Поэтому будьте предельно внимательны. Вот таким у нас вышел расклад. Пожалуйста, отписывайтесь в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Все контакты по вопросам индивидуальных консультаций и обучения вы сможете найти в описании к этому видео. Ну, а я вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok